Мы с вами находимся в кабинете у лор-врача. Думаю, что многие здесь бывали и не раз. Зачастую обычный осмотр уха, горла и носа в полном объеме невозможен. Доктор, скажите, пожалуйста, как в этом случае помогает эндоскоп? Эндоскоп помогает рассмотреть труднодоступные места в лор-органах и, естественно, выявить проблему довольно глубже, чем это можно сделать при обычном осмотре. Видеоэндоскопия – это визуальный осмотр лор-органов, то есть уха, горла и носа с помощью эндоскопа. Эндоскоп – это тоненькая трубочка, на свободном крае которой расположена мини-видеокамера и лампа. Есть гибкий эндоскоп, который применяется для исследования гортани и носоглотки. Также есть жесткий эндоскоп, применяется для исследования уха и полости носа. Скажите, а в чем преимущество видеоэндоскопии перед обычным исследованием? Ну, вообще, видеоэндоскопия во всем мире уже признана золотым стандартом от ореноларингологии, и поэтому очень легко работать. То есть при этом нет никаких негативных влияний со стороны пациента. Это безболезненный метод исследования, безопасный метод исследования, довольно быстрый. То есть эндоскопия проводится в течение нескольких минут. Плюс можно, как я уже сказала, увидеть абсолютно все-все-все мельчайшие кармашки, куда глазом невозможно досмотреть. И при обычной риноскопии или при ларингоскопии мы этого не увидим. Плюс какие-то анатомические изменения, которые у определенного пациента есть, они при помощи видеоэндоскопии, в общем, не мешают для осмотра. То есть, например, если у человека повышен рвотный рефлекс, то обычной ларингоскопии очень тяжело увидеть голосовые связки. Это просто пытка для пациента, ну и врачу тоже неудобно. А эндоскоп обходит все вот эти нюансы неудобные и все происходит хорошо и гармонично для пациента и врача. Скажите, а вы осматриваете как взрослых, так и детей? Да, мы проводим видеоэндоскопию деткам от двух лет. Очень хорошо можно разглядеть аденоидные вегетации и точно выставить степень аденоидов у деток, что, соответственно, будет являться показанием к операции, либо еще можно полечить. И для детей это более комфортная процедура? Конечно, это безболезненно, и детки больше даются видеоэндоскопию сделать, чем осмотреть, например, задние риноскопии при помощи зеркала через ротовую полость. Это не каждый ребенок выдержит и будет терпеть. Скажите, пожалуйста, какие показания к этому обследованию? Это различные выделения из носа разного характера, заложенность носа, затруднение носового дыхания. Причем, когда консервативные методы лечения не помогают, то есть надо установить точную причину этих заложенностей носа. Это храп, это, как я уже говорила, аденоидные вегетации у детей, чтобы уточнить степень аденоидов. Также ощущение кома в горле, инородные тела в горле, в носу, в ухе, першение в горле, чувство заложенности в ушах, щекотание в ушах, то есть ощущение инородного тела. Плюс осиплость голоса, охриплость, чувство задыхания, то есть у некоторых такое присутствует. Скажите, пожалуйста, какая патология выявляется при видеоэндоскопии? Различные искривления носовой перегородки в задних отделах, полипозные вегетации, которые очень мелкие и не видны при обычном осмотре, хуанальные полипы, аденоидные вегетации у деток, различные заболевания гортани, также опухоли доброкачественные, злокачественные, можно заподозрить в ранних стадиях болезни. И со стороны уха это позволяет разглядеть, что творится за барабанной перепонкой при её перфорации, то есть хронические атиты, хронические риниты, фарингиты и ларингиты в том числе. А если вы выявляете полипу, вы берёте какую-то биопсию? Нет, биопсию при полипах мы не берём, потому что полипы — это разрастание слизистой оболочки. А вот если находим опухоли доброкачественные, например, то мы берём биопсию, очень часто у взрослых людей мы находим аденоиды в носоглотке, и есть такая патология, как киста Торнвальда. Она также находится в своде носоглотки, и мы берём биопсию, и если действительно это киста Торнвальда, то у нас эндоскопическим методом её можно даже удалить. Как видеоэндоскопия применяется в хирургической практике? С помощью видеоэндоскопической техники мы удаляем аденоидные вегетации у детей, также удаляем полипы и гайморотомию производим у взрослых людей при общем наркозе, что немаловажно, а то очень многие и хотят, а вот в наших государственных больницах, к сожалению, не практикуют общий наркоз при лор-патологиях. Пациент перед вашим осмотром должен как-то особенно подготовиться? Нет, как правило, никакой подготовки не требуется. Если необходимо при осмотре полости носа, если слишком чувствительная слизистая оболочка, то, конечно, мы проводим аппликационную анестезию лидокаином, и всё. То есть вы обезболиваете? Да, мы обезболиваем, но опять же, если необходимо, потому что процедура переносится хорошо, это безболезненно, и убираем немножко отёк с помощью сосудосуживающих капель. Давайте посмотрим, как эта процедура проводится. Осмотр уха, горла, носа – процедура несложная и не требует особой подготовки. Значит, осматриваем полость носа. Приведили ли на скопе. Осматриваем нижнюю носовую раковину. Общий носовой вход, нижний носовой вход. Переговорку носа. Другой стороны. Чуть-чуть скрываем пригородочку. Смотрите, что у вас это всё на усаднике делается. Средний слой. Укройте рот, язык не уделяем. Смотрим зерк. Нёбные дужки. Передние и задние. Нёбные винталины. И заднюю стенку лодки. Осматриваем наружный слуховой проход, барабанную перепоночку. Если при первичном осмотре обнаружено осложнение, используют эндоскоп. Он позволяет не только безболезненно проникнуть глубоко в каналы, но и увидеть всё в цвете. А это очень важно для постановки диагноза. Аккуратно вводит эндоскоп в полость носа пациента. При этом можно видеть нижние носовые раковины, средние носовые раковины, носовую перегородку, общий носовой вход и вплоть до носа глотки. При осмотре уха вводим в наружный слуховой проход. При этом видим наружный слуховой проход, барабанную перепонку с её познавательными знаками. Осмотр в среднем длится 15 минут. Этого времени достаточно, чтобы выявить лорзаболевание на ранних стадиях. Ведь многие из них могут привести к полной потере слуха, синдрому хронической усталости или постоянным головным болям.